Здарова, друзья! С вами Ладка Блэсэ. Сегодня у меня на канале информационный ролик, а также я совместно с вами пооткрываю крутейшие наборы, которые у нас доступны в игре. Перед тем, как я начну, я напоминаю каждому из вас. Каждые 20 тысяч просмотров, которые вы набираете за сутки, я разыгрываю вам звёздный абонемент. Схода нам ли у вас следующий абонемент, который у нас появится в этот четверг? Решите сами, что от меня хотите получить. Для того, чтобы вы смогли принять участие, вам нужно всё лишь подписаться на мой ютуб канал, поставить палец вверх и написать абсолютно любой комментарий вот там вот внизу. Буду проверять на все выполненные условия. И также подписка на мой телеграм-канал и открывайте ваши подписки, как на ютубе, так и в телеграме, чтобы программа сумела вас выбрать. Ну а также, если вы испытываете проблемы с покупкой FK-поинсов звёздных абонементов, то всё покупается официальным путём через меня, через мой магазин. У меня в магазине вы для себя сумеете найти FK-поинсы в неограниченных предложениях. Например, если вы покупаете 2000 FK-поинсов, на выходе вы получаете 4000 FK-поинсов. Также у нас есть ограниченные предложения, где находятся, например, 750 FK-поинсов и по 15000 FK-поинсов. А также приветственные наборы, где находится карточка самого другба 89-го рейтинга. Друзья, я напоминаю каждому из вас, что у меня в магазине доступна покупка для всех стран СНГ. После первой покупки у меня в магазине вы можете получить приветственный бонус. Нажимайте на него, получаете бонус и кайфуйте, потому что бонус нереально крутой. Ссылка на мой магазин находится в описании, буду ждать всех вас именно там. Я начну, пожалуй, с самой главной информации, после этого подкрываю совместно с вами наборы и потом ещё снова вернусь к информации. И уже покажу, как на консольной версии выглядят данные события, чтобы вы представляли, на что вам стоит рассчитывать. Уже в этот четверг в 4 часа утра у нас выходит новое событие под названием «Нарушители правил». Есть порт, сам анонсировали об этом, а также нам показали дизайн карточек, которые нас будут ожидать. Друзья, они также дали нам таинственных игроков, которых мы должны совместно с вами отгадать. И есть маленькая вероятность в том, что одного из них вы сумеете выбить в наборах, а возможно даже и двоих, и троих, если, конечно, вам повезёт. И плюс в сегодняшнем ролике я вам ещё рассказал, где вы сумеете на фарме 10500 самоцветов совершенно бесплатно и подкрывать наборы «Нарушители правил». Уже начало появляться огромнейшее количество концептов, а также предположения, кто же будет в этих таинственных игроках. Кто-то из представленных игроков вам нужен в вашем составе? Отпишите в комментариях. Я был бы не против забрать карточку Крищана Роналду, если, конечно, мне повезёт. Переходим к информации от Джейсона. У него спрашивают «Джейсон, подскажи, пожалуйста, будут ли кумиры в данном событии?» Джейсон отнекивается и говорит «Нет, пока что ничего не понятно, совсем скоро всё вы узнаете самостоятельно». Если вдруг появляется информация об этих всех игроках раньше, чем они у нас выходят в игре, я вам закину их у себя в телеге для того, чтобы вы понимали, какие игроки вполне возможно, то, что подешевеет у нас на рынке при выходе новых карточек «Нарушителей правил». Дальше поступает Джейсону вопрос «Будет ли это событие похоже на консольную версию?» И Джейсон говорит то, что «Да, это событие реально будет похоже». Поэтому я для вас пойду материал из консольной версии, чтобы вы понимали, на что вам стоит рассчитывать данное событие. Информация о событии в консольной версии будет после открытия наборов. У Джейсона спрашивают «Будет ли это большое, грандиозное событие у нас в игре?» Нет, он отвечает то, что это небольшое событие, которое будет длиться на протяжении 2-3 недель. В этом событии вам нужно будет проходить игры на ловкость, а также отыграть матчи и плюс еще выполнять квесты, которые для вас из Sports подготовили. И за то, что вы выполняете эти все квесты, вы фармите себе очки, а за очки уже, конечно, получаете себе достойных игроков. Плюс еще у нас будут наборы в магазине, там где вы сумеете потратить ваши самоцветы, которые получите 10500 в главе, которую я вам чуть-чуть позже покажу. Ну а вся детальная информация об этом событии со всеми карточками игроков появится сегодня у меня в телеге. Ну а я начну со звездного абонемента, нужно собрать сюда награды. 89-го рейтен, карточка Фодена. Добро пожаловать. Продам его карточку сейчас. Я думаю, в следующем абонементе его карточка 89-ая тоже будет. И следующая карточка в абонементе будет уже рейтен 90. Фодена карточка 89, 8 миллионов монет стоит. Блин, надо было сразу прийти в абонемент и продать его. Не подумал, ё-моё, здесь 83 по 92. Как думаете, хоть что-то годное выпадет сейчас мне? Думаю, вряд ли, но хотелось бы. Но здесь явно ничего интересного не будет. Центральный защитник из-за него касса. Ё-моё, тут невысокий рейтинг 84. 296 тысяч монет. И соберём все награды за раз. Стоп, не то нажал. Так, собрать всё. Посмотрим, что выпадет. Как думаете, годнота хоть какая-то будет? Да, конечно. Ни хрена себе, сколько всего выпало здесь. Честно, я не ожидал такого из этих паков. А тут ни хрена себе. Не, прикольно. Прикольный набор оказался. Я думал, хуже будет в раз в миллион. Поэтому всё же моя рекомендация. После того, как вы закончили звёздный абонемент, дальше отыгрывать ежедневные испытания. И получая, конечно, в итоге огромное количество ещё и дополнительных игроков и плюс ещё и монетки. Круто. Мы заходим в события Лиги Чемпионов. У нас есть легендарные клубы. Я ещё ни разу не открывал эти наборы. Давайте прямо сейчас мы это сделаем. Посмотрим, что будет выпадать. Есть ли шанс на годного игрока 93. Да. Ну, любого. Ну, хотя дженовая карточка мне подошла бы идеально. Давайте сразу три пака откроем. 60 очков мы тратим. Ну, 76-й в ротере это очень плохо. Так. Тут безлимка или сколько мне нужно открыть набор? Давайте мы откроем два ещё пака. Ждём, когда следующий у нас глава не откроется. Хорошо, открылась. Бесплатно. Не понял. Ну, давайте откроем, проверим, что здесь выпадает. 75. Такое себе. Ну, как мне получить карточку выше рейтинга? Так, хорошо. А, ни хрена себе! Я догнал, что они хотят от меня. Я думал, задонни сюда до хрена fk поинсов. Но сейчас понимают, что с таким приколом это вообще не выгодно. Ни хрена себе. Да это бред какой-то. Самое бредовое испытание, которое я видел за всю историю этой игры. Я такого бреда ещё ни разу не видел. Честное слово. Это реально прикол. Это прикол. Я не знаю, как иначе назвать это всё. Что сейчас происходит? Почему так глупо сделано? Просто смешно. Это сколько сюда надо задунали для того, чтобы забрать карточку 93? Я даже не могу представить себе сейчас. Там 200 тысяч fk поинсов, даже не факт, что хватит. Угонь его, жёсткая. 50 тысяч монет. Всё делается ради того, чтобы получить 50 тысяч монет? Я, честно слово, думал, мы с вами пофанимся. Столько всего интересного сумеем повыбивать отсюда. Но! То, что я сейчас вижу, я никому из вас не могу рекомендовать. Ну, это реально, это какое-то дерьмо. Что такое? 80. Наконец-то. Это реально бред. О шансах ничего не расписано, что и как. Но хрен ты просто так этого RK Ultra Team. 88 по 93 получишь из этих наборов. Я вообще не вижу, как можно получить это дерьмо, которое здесь находится. Ну, это не дерьмо, но просто вот эти вот наборы, которые здесь нам доступны. Вот это вот всё испытание, которое ты проходишь, это дерьмовише испытание. Зачем такой бред вообще придумывать? Я копил просто так жетоны, я думал, что прошёл первый этап, пах второй открылся, а нет, стоп, третий открывается. Блин, ну это, конечно, они меня сейчас начинают. Возможно, мне стоит и открыть 75 и 75. Прям ничего хорошего от этого испытания я точно не получил. Двоякие ощущения какие-то. Так, рынок. Мои игроки. Карточка фото на продать. Открепить, продать. 7 миллионов монет. Хорошо. Так, салибы, карточка и так далее есть. Мои заявки. Получили все монетки. 51 миллион монет. 350 на балансе. Здорово. Я готов к следующему событию. Друзья, давайте, пожалуй, начнём с информации. Смотрите, ребят. В пути кумиров, когда вы доходите до легенды, у вас здесь открываются этапы и самоцветов вы можете получить 10 тысяч 500. Поэтому, как можно скорее проходить все испытания, получаете карточку 92-го ротянка, Зинадина, Зидана за 10 дней ровно. И также, ещё помимо этого, всего 10 тысяч 500 самоцветов, которые вы сумеете потратить в новом событии. Игрок, который появится после карточки Рибери, а также Лэмпорда, я о нём вам сообщу сегодня, либо завтра, либо послезавтра у себя в Телеграме, для того, чтобы вы знали, какие игроки здесь будут и кого вам стоит продать с вашего состава, либо же оставить для того, чтобы прокачать ранг вашему игроку. Обо всех новых игроках, которые здесь будут находиться, я вам всё расскажу, а также обо всех новых наградах, которые у нас будут появляться в этом разделе, я вам тоже дополнительно расскажу себя в Телеге, чтобы вы понимали, на что вам стоит рассчитывать и какие награды вы от eSports бесплатно получите. Также, друзья, ни в коем случае не забывайте об этом обмене. С помощью этого обмена есть шансы выбить маскиранную карточку 91-го ротянка, с помощью которой вы прокачаете ранг вашему мастеру. Нажимаем обмен, посмотрим, что мне сейчас выпадет, надеюсь на то, что хоть что-то годное будет. Но Дудака карточка почти всегда здесь выпадает. Нет, блин! До этого всегда открывал, всегда карточка Дудака выпадала, а тут произошло когда непонятное происшествие и она не выпала. Также уже появился доступный для всех нас концерт из игроков данного события. В консольной версии событие-то нарушителей правил было уже. Поэтому я рассчитываю на то, что в это событие eSports закинут на лютейших игроков по типу карточки Крещану Роналду, Неймара. Вот это вот будет полный разрыв, если eSports воспользуется данным концептом и добавит вот этих игроков, которых вы сейчас видите перед собой. Кого из них хотели бы вы забрать в свой состав? Отпишите прямо сейчас в комментариях, мне интересно узнать ваше мнение. Одного, либо двоих игроков eSports вам 100% подарит у Туратиан 90, возможно даже 91, 92. Как только появится информация об этом событии, я вам сразу сообщу, чтобы вы понимали, на что вам стоит рассчитывать бесплатно в данном событии. Ну а также появилась информация о том, что у нас будут появляться новые футбольные мячи в игре. Футбольные мячи в игре довольно-таки интересны, поэтому я вам сейчас все покажу. Сумасшедшие, красивые на дизайн, которые вы сейчас увидите перед собой, это все реальность и вполне возможно то, что наши eSports совсем скоро их добавят нам в игру. Этот мяч для меня фаворит. Напоминает лего какое-то, но что-то неземное прям, выглядит супер красиво. А что вы скажете? Этот мяч довольно-таки простенький по сравнению с предыдущими. Этот мяч тоже выглядит довольно-таки красиво, я понимаю, что на футбольном поле будет привлекать ваше внимание. Но этот мяч это просто мечта из события кумиров. Блин, оно выглядит вообще потрясно. Друзья, пишите в комментариях, какой футбольный мяч вам больше всего понравился. В консольной версии вот такой вот дизайн был события нарушителей правил. Что вам сказать? Здесь находилась карточка Фикира, Крещену Роналду, Бан Муччи, Серхио Рамоса, Хаверса, Рибери. Очень много достойнейших карточек, поэтому я рассчитываю на то, что наши eSports точно не обосрутся и сделают намного лучше, чем в консольной версии было. Ну, я по крайней мере надеюсь, смотрите, какой футбольный, ха-ха-ха, выглядит круто, мне, кстати, очень нравится. Рейтинг, хотя не особо высоко не подняли, но тоже достойные карточки. Например, у Фикира плюс 2, Крещену плюс 1 и у карточки Бан Муччи плюс 3. Ну, достойно. Надеюсь, что у нас также сама поднимут eSports рейтинги любимым нашим ирокам. Друзья, ну, если вам понравился сегодняшний видос, обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал, принимайте участие в конкурсе на звездный абонемент, либо на абонемент нарушителей правил, а также следите за всеми новостями, которые у нас будут появляться в WebK Mobile. Всем вам до скорых встреч и всем вам пока!